В общем, недавно я в интернет выкладывал видео про то, как я у 106-го ТОЗика поменял деревянную рукоятку на бакелитовую от автомата Калашникова. Ну, естественно, коли рукоятка чёрная, значит само собой просится и цевьё тоже, чтобы было чёрное. Вот, значит, как я буду красить? Можно покрасить просто краской какой-нибудь в чёрный цвет, но я хотел бы попробовать проморить это дерево. Вот, то есть снять полностью старое покрытие и морилкой, масляной морилкой, есть такая морилка масляная чёрная, вот, попробовать протравить это дерево. Вот, причём эта масляная морилка сделана на основе лёна. Вот, то есть маслом льняным уже мазать не придётся, потому что это уже есть в морилке. Значит, что, сегодня я постараюсь всё это дело сошкурить, видите, да, сколько придётся поработать, вот, потому что у нас, как обычно, где-то мало, где-то много. Вот, попробую сегодня сошкурить, вот, и, значит, завтра или послезавтра, как мне привезут краску, вернее, морилку, вот, попробую покрыть. Вот, значит, ну, сегодня, если получится снять старое покрытие, я, естественно, досниму чистое ложе, вот, как оно смотрится в таком своём первозданном виде. Вот, сейчас пока камеру отключаю, вот, и пойду потихонечку снимать старое покрытие. Значит, что ещё, пробовал я растворителем, значит, чуть-чуть его мазанул, думал, сойдёт лак старый, нифига. Начинает липнуть, вот, и потом шкурку вообще не взять, поэтому будем шкурить на сухую. Так, пока камеру отключаю, и теперь уже, видимо, до вечера или до завтра. Так, ну, до завтра и до вечера почти не получилось, значит, с деревяшкой я справился часа за четыре, наверное. Вот, видите, да, какая она у нас получилась. Ну, внутри, собственно говоря, не могу её прошкурить и не буду. Вот, значит, замучился я, конечно, вот с этими изгибуллингами, вот, вышкуривать, потому что там, как всегда, лака налили много. Значит, восстановила я геометрию некоторых частей, вот здесь вот в основном, потому что с одной стороны завода была здесь, как бы, фазочка снята и углубления. С этой стороны не было, то есть пришлось самому вышкуривать. Потом, значит, все острые углы я, естественно, сошкурил. То есть она теперь, как и ложат, получилась такая гладенькая, то есть не будет сбиваться углы. Вот, и что ещё? Жду краску, вот, вернее, жду морилку. Значит, сегодня, наверное, в этот же день, то есть это всё происходит, привезут морилку. Ну, морить уже буду, наверное, завтра. Так, сейчас морилочку привезут, я, естественно, досниму эту баночку. Так, то есть пока тоже камеру отключаю. Так, ну что ж, привезли мне, значит, морилку. Баночка, видите, такая маленькая. Вот, грамм, наверное, 200. Вот, значит, стоит она 1000 рублей, вот эта банка. Вот, плюс я ещё в магазинах и не нашёл, ещё за доставку 300 заплатил. В общем, вот такая вот морилка. Вот, завтра буду пробовать покрыть. Значит, ещё раз снимаю, вот, как она выглядит, то есть, может быть, кто-то захочет почитать. Значит, написано, что, собственно, морилка и добавлен и лён, вот. То есть, посмотрим, как это будет всё себя вести. Вот, то есть лаком уже покрывать не придётся. Льняным маслом тоже не придётся уже натирать. Вот, всё как бы в одном флаконе. Значит, морилка чёрная, вот. Если искать в интернете, то находится не совсем просто, на самом деле. Вот, долго искал и по цене, и по доставке, и по наличию. Вот, ну, в общем-то, нашёл и в этот же день как раз привезли. Вот, то есть, сегодня я очистил ложе, вот, полностью. И сегодня купил вот такую баночку. То есть, завтра я начну, значит, всё это красить, вот, морить, пропитывать и так далее. Посмотрим, что получится и как это всё будет выглядеть. Значит, всё, теперь уже до завтра. И, собственно, видео я пока останавливаю. Всё. Значит, спасибо, ждём с завтрашнего дня. Ну, решил я немножко посушить перед тем, как... Перед тем, как покрывать морилкой. Вот, не знаю, правильно это или нет. Но решил подсушить и тёплые ложи уже, ну, тёплые, слегка нагреты уже, попробовать морить. Как и так. Первый слой я намазал. Хрен его знает. Может быть, и надо было просто какой-нибудь акриловой краской, автомобильной, там, я не знаю, или нитрой. Ну, ладно, посмотрим, что будет. Пусть подсохнет. Масло пусть питается. Вот. Покроем ещё одним слоем. Посмотрим, что будет дальше. Как-то так пока. В общем, намучился я, честно говоря. Положил опять духовку градусов на 50-е поставил, чтобы масло лёна, может быть, пропитает, как-то не знаю. Вот. В общем, чего так. Структура дерева красива, конечно, для мебели хорошо. Вот. А для тозика, чтобы сделать там полностью милитари, конечно, она как-то не очень смотрится. Больше как-то по-домашнему. Вот. Поэтому, не знаю, посмотрю, вот, может быть, придётся покрыть лаком сверху. Пока ещё не готов ответить, но процесс, видите, какой идёт. Вот. Краской можно было, конечно, покрасить, высохло бы всё это и было бы глянцевое. Вот. Но мне хотелось бы, конечно, чтобы всё-таки была пропитка. Пропитка и какие-то мелкие царапины, они сразу не вылезали, а всё-таки пропитка должна быть глубокой довольно-таки. Посмотрим, что получится. Ну, вот пока как-то так. В общем, пошёл третий день пропитки. Вот. Ну, сейчас только намазал, честно говоря, и всё блестит. Вот. Ещё не протирал ветошью. Значит, ну что, укрытие, в принципе, стопроцентное. Вот. Цвет матовый получается. Ну, не знаю, посмотрим. Конечно, если вот так вот без, собственно говоря, без геморроя, то покрасить и под лак. Ну, какой-нибудь красочкой. Вот. Если как я, то не знаю, что получится. Ну, в общем-то, ну не зря же этот лак сделали, вернее морилку. И народ приклады покрывает, и воском натирает. То есть, в общем, тоже не дураки, наверное. Посмотрим, что получится. Сейчас это богатство тоже всё подсохнет. Вот. И когда приобретёт такой вид уже более постоянный, значит, я всё соберу. Вот. Ну, соберу уже на даче. Вот. Сегодня у нас... Что у нас? Сегодня пятница у нас. Да. То есть, типа, завтра я поеду на дачу. Вот. И всё должно подсохнуть. Соберу и уже тогда окончательный вариант покажу, вот, что получится. Вот. Я думаю, что до завтра полимеризация полностью пройдёт. Вот. И можно уже будет собрать. Так что вот так вот. В общем-то, ещё раз говорю, что немножко недоволен я, конечно, вот. Но не знаю. Единственное, что вот, если лазить по лесу и бросать воду, то я думаю, что эта деревяшка будет дольше жить, чем просто крашеная и лакированная. Ладно. Чё, отключаем телефончик. Вот. Будем ждать выходных. Вот. Правда, погода ожидается дождливая. Но собрать это мне не помешает. Тозик. Вот. И доснять этот видеоматериал. Всё. Давайте. Пока. Спасибо. Телефончик я отключаю. Ну, вот, собственно говоря, ложа, которая сегодня забираю на дачу. Сейчас 6 утра. Вот. Чтоб без пробочек добраться. Вот. Видите, что получилось. Специально сейчас снимаю, потому что, блин, обещали дождик. Хрен узнает. Будет дождик? Нет. Смогу я снять при дневном свете? Нет. Вот. И, может быть, соберу попозже. Вот. То есть, вот так вот получилось. Вы знаете, запах такой от него, как вот, блин, старой, старой техникой, старой радиоаппаратуры военной. То есть, как-то вот, может быть, там тоже маслом что-то мазали, ну, или иным плата, может быть, фиг его знает. Вот. А так вот, видите, да, что получилось. Конечно, есть небольшие разводики. Такие вот они. Блин, ну, я с маслом первый раз, как бы, работал. Мне проще машину покрасить, вот, чем это самое. Ну, это тоже специфика масла, вот. Можно сейчас, конечно, шлифануть. Какой-нибудь супер нулевочкой, вот. Ну, я ничего делать не буду. Вот. И, кстати, оно, мне кажется, стало легче почему-то. Ну, это мое впечатление такое. Вот. В общем, все, вот такое ложе получилось. И там часа через два, через два вряд ли будет время, часа через четыре я его, значит, соберу. Ну, и уже там окончательный такой обзорчик состряпаю. Все, давайте. Пока, спасибо. Вот, я поехал. Значит, закончил я тозик собирать. Вот он какой получился. С черной ручкой. Все как положено. Вот. Ну, не знаю. В общем, мне, в принципе, нравится. Вот. Посмотрим, как будет себя покрас вести дальше. Вот. Может быть, и надо было черной краской мазануть, да лаком покрыть. Вот. Но это более как-то ближе к естественному, наверное. В общем, все. Отчет я свой закончил. Вот. Все теперь посмотрели, что можно сделать. Вот. И уже выбор за вами решать, как красить и чем красить. Все. Спасибо. Удачи всем. Вот. Я, собственно, с тозиком закончил с его тюнингом. Ну, у меня еще два есть. Поэтому всегда есть, что испортить дальше. Все. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok